Дорогие мои, всем снова здравствуйте! Вы на канале Купить недвижимость в Испании. Меня зовут Анна, я агент по недвижимости в Валенсии. Агентство называется Испания Инвест. Дорогие мои, сегодня решила вам записать ролик, продолжение к ролику номер 280 от 26 февраля 2024 года. Это был ролик про трагедию, которая случилась в Валенсии, в районе Компонар, где сгорело полностью многоэтажное здание. Я собиралась вам его записать, я просто ждала итогов расследования, я ждала, будет ли какая-то новая информация, чтобы рассказать о ней вам. И, собственно, информации набралось, поэтому решила поделиться с вами новостями, поделиться с вами, как говорится, из первых уст услышите более-менее правдивую информацию, потому что я рыла очень много источников, и удалось выяснить какие-то факты, интересные моменты. Поэтому в этом ролике я вам еще раз напомню, что произошло, мы обсудим с вами причины, по которым это произошло, да. Я вам расскажу о том, какая трагедия случилась помимо этого еще. Немножечко прокомментирую ваши комментарии к предыдущему ролику, да, на тему пожара. Мы подведем с вами итоги, обсудим последствия, и даже у меня для вас будет сюрприз, о котором скажу чуть позже. Вот, соответственно, давайте мы с вами тогда начнем, да, с того, что произошло, да, для тех, кто вдруг не знает, хотя мне кажется, весь мир уже об этом знает. Значит, 22 февраля 24 года в Валенсии случился страшнейший пожар. Произошло это в районе Компонар, в новой части Компонара новый дом, ну, относительно новый, для Испании это считается новый дом. Он был 2008 года, и он полностью сгорел, что вызвало, ну, действительно сильный резонанс, мне кажется, по всему миру, где это только люди смотрели. Так, если вкратце вам говорить, я вам буду оставлять ссылки на ролики, да, на то, что я буду вам рассказывать, что вы могли, как говорится, не только мне поверить, но и проверить, да. Можете на испанском посмотреть эти ролики, ссылки, да, там какие-то комментарии, интервью людей, и, ну, собственно, убедиться, что я не вру. Если так, в среднем мы с вами вспомним хронологию, то примерно в 17, там, 37 очевидцы начали снимать пожар на седьмом этаже. Сначала были сомнения, седьмой это этаж или четвертый, но однозначно по видео видно, что это явно не четвертый этаж, что это, скорее всего, седьмой этаж. Здание горело, горело два здания, соединенные между собой лифтом, такой башней с лифтом, и одно здание было 14 этажей, другое 10 этажей. Значит, в 17.37 заметили пожар, то есть пылал полностью балкон, естественно, пожар начался раньше, в 17.40 уже загорелся балкон этажом ниже, буквально через 10 минут уже горели этажи со второго по десятый или там даже выше, да, еще через 10 минут огонь уже был на земле, еще через 20 минут начало гореть второе здание, но только начало, и через 5 минут это второе здание полностью было охвачено огнем. И, собственно, через час после начала пожара, ну, оба здания полностью горели. В 19 часов, да, то есть у нас с 17.30 до 18.30 полностью горели оба здания, и в 19 часов примерно нашли людей на балконе, которые там оказались, пытаясь спастись от пожара, и в течение часа или полутора их спасали, тоже об этом транслировали. Так, ну, примерно это выглядело так, да, то есть дом сгорел буквально за 2 часа, он выгорел полностью, осталась только структура здания. Вот я, знаете, когда проезжаю мимо, сейчас уже сняли оцепление, то есть там было полностью все оцеплено, и невозможно было близко подойти к зданию, сейчас все оцепление сняли, к зданию нельзя все равно подойти, вот прям вплотную, да, как говорится, и потрогать, но, по крайней мере, можно спокойно вокруг него обойти на каком-то расстоянии, и вот сейчас я вам показываю, как выглядит это здание. Так, ну, смотрите, вот до первого этажа, вот там будет у нас, вот в этой зоне будет у нас бассейн, и вот мы поднимаемся наверх, считаем, где самый горелый дом, где начался пожар, седьмой этаж, это получается у нас, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот седьмой, вот там вот, где прям, ну, вообще-вообще дыра, и вот так вот это сейчас все выглядит, никто это не трогает, вот видите, на последних этажах все тоже стекла, видно, вверх шло, прям вверх-вверх постоянно шло, и вот, смотрите, мы спускаемся, и у нас появляется нетронутая вообще, видите, балкончик вообще нетронутый, даже осталось там спокойно стоять, эта штука для того, чтобы сушить белье, вот здесь, видите, вообще нетронутая, и вот обидно, вроде как нетронутая, а в квартиру вас не пустят, естественно. Теперь идем, обходим, здесь прям очень все сгоревшее, вот это второе, прям жуть как сгорело, видно, ветер был в эту сторону, и очень-очень сильно прям сгорело, вот здесь вот, вот тут, если посмотреть, тут прям вся облицовка сошла, то есть вот тут даже алюминий остался, видите, хотя тоже горело, и туда дальше, но, к сожалению, камера так не передает, как то, что вижу я, и вот он, этот лифт, тот самый, который, вот видите, который был между зданиями, вот он, этот лифт, вот он, это башня, которая соединяла два здания, но тут тоже все полопалось, потрескалось, так, и вот здесь вот тоже, ну тут прям очень сильно пострадала вот эта часть, видно ветром просто, наверное, все-все-все ветром сюда доносило, и вот этот вот тоже бок, просто жутко, а вон там, вон там, видите, подъезд, вход в подъезд, или тут, а, это был выход на бассейн, видите, тоже ничего не осталось, и вот эта сторона прям очень тоже пострадала, а тут опять алюминий, видите, остался, и вот опять балкончик, вообще нетронутый, столы, стулья вот там вот стоят, и вообще все прекрасно, представляете? Дальше вот здесь, вот видите, даже вот эта тольдо сохранилась тряпка, как она волшебным образом не сгорела, вообще непонятно, наверху выгорело все, и вот видите, материал, как будто, я не знаю, для меня какой-то, как будто пенопласт, но это, наверное, есть вот это вот, как он называется, про что я вам говорила, да, полиуретан, я просто не знаю, как он выглядит, но, наверное, он выглядит так, вот, и вот тут вот семья стоит внизу, возможно, даже смотрят на свое, на свое жилье и говорят, но она же не пострадала, могу я зайти? Вот, видите, и вот это мы обходим, это вход уже в здание, со стороны, ну, тут прям, конечно, черное-черное все, вот этот вход в здание номер два, тоже он перекрыт, и посмотрите, внизу, с этого боку, прям ничего не пострадало, потому что пожар начался с другой стороны, и сюда ветер просто уже так сильно не надул, но здесь вот вам, может быть, не сильно видно, но здесь прям все черное-черное, прям жуткое черное, непонятно, это потому что не сильно сгорело, или наоборот перегорело, ну, я в пожаре не сильно разбираюсь, и вот он магазин Тедди, не пострадал вообще на нулевом этаже, вообще остался целехонький, ничего с ним не случилось, и вот с последнего ракурса, это тоже, вот тут вот был магазин, автосалон, вот, и видите, загородили такими железяками, потому что видно треснуло все, и вот здесь он был уже на земле, считайте, потому что видите, весь столб, вот этот вот, вот это все-все сгорело, а это говорит о том, что здесь пожар дошел прямо до самого конца, и вот так вот это все выглядит, ну, в общем, здесь все полностью в ноль сгорело, я вам честно скажу, то есть когда подъезжаешь и проезжаешь мимо, ну, такое ощущение, что это просто вот поставили макет для съемок какого-то фильма ужасов, да, для какого-то фильма катастрофы, просто вот такое бутафорское здание, и что скоро это все разберут, и все будет хорошо, ну, вот честно, ощущение очень, ну, шокирующее, я не знаю, мне лично, а у меня замирает сердце, когда я там нахожусь, причем я помню, я когда поехала смотреть, я просто остановилась, и я просто вот очень долго сидела и на него смотрела, и в голове пробегали там, да, вот мысли, что, ну, это был ужас, что умирали, что была паника, что все горело, что это страшно, что это ужасно, ну, короче. Так, что произошло, я вам рассказала, теперь давайте немножечко поговорим о причинах, да, которые мне удалось выяснить. Естественно, расследования будут длиться долго, и все равно вам никто не скажет правду, дорогие мои, потому что правда будет слишком дорого стоить определенной группе людей, поэтому правду вам все равно не скажут, и я решила не ждать года расследования, там, по-моему, все понятно, в любом случае, сейчас прокомментирую вам несколько интервью, которые были взяты с важными людьми, да, и по причинам, ну, давайте поговорим по причинам, причем причин-то на самом деле объективное и субъективное, да, скажем так, несмотря на то, что пожар начался в одной квартире, да, то есть субъективное по идее, я бы ее назвала субъективной причиной, да, то есть по идее начался пожар там на седьмом этаже в квартире там восемьдесят шесть, как говорят, это, собственно, не важно, да, и естественно, думаешь, дом сгорел, потому что там начался пожар, ну, все мы взрослые люди, мы понимаем, что это не так, да, и все-таки, что касается квартиры, где начался пожар, был слух, что там никого не было в момент пожара, и что люди просто вышли, то есть в квартире никого не было, и хозяевам квартиры уже позвонили, или жильцам, да, там неизвестно, позвонили и сказали, вы знаете, у вас в квартире пожар, ну, и вроде как они вернулись, но причины пожара в этой квартире, я вам скажу, что говорят люди, а потом мы с вами оценим, насколько это может иметь какой-то смысл, да, что говорили, говорили, собственно, то, что произошло короткое замыкание, причем было видно, что горит балкон, то есть грубо, давайте представим, что у нас квартира, она закрыта, закрыты окна, да, и внутри квартиры произошел пожар, ну, как бы, что начнет прям полыхать балкон, в первую очередь, да, ну, это очень неправдоподобно, ну, да ладно, опустим, да, скажем так, начался пожар, якобы на балконе, потому что там, произошло короткое замыкание в системе жалюзи автоматического, в этом доме установлены автоматические жалюзи, которые на кнопочку нажал, и они опускаются, поднимаются, нюанс в том, что вот эта кнопочка, она внутри находится квартиры, а не снаружи на балконе, соответственно, что произошло, произошло замыкание, и как-то почему-то горит балкон, мне непонятно, начали рассказывать, что балкон загорелся, потому что там было тольдо, я вам рассказывала, что такое тольдо на испанском языке, это вот такая тряпочка, которая выезжает, как карниза такая, да, она выезжает и защищает от солнца, она тряпочная, она естественно будет гореть очень легко, ну, что якобы, в общем, загорелась эта тряпочка, и спасибо ей, все капало везде, все ветром раздувало, и все, в общем, загорелось, да, то есть, версия основная пожара в конкретной квартире, это то, что было короткое замыкание, верить этому или нет, ну, лично я, конечно же, не верю, да, во-первых, это относительно новый дом, то есть, там не использовались кабели 20-летней давности, ну, хотя примерно оно так и есть, но все равно, то есть, это, ну, слушайте, ну, это смешно, что замыкание произошло, на мой взгляд, это очень смешно, и это вообще неправдоподобно, но, говорили так, почему так говорили, ну, у меня такая версия, почему люди так говорят, во-первых, там все сгорело напрочь в этой квартире, и мне кажется, просто тупо выяснить причину уже невозможно, да, однако, ну, давайте представим, что люди, которые там жили, они забыли что-то выключить, ну, представим, что это человеческий фактор, и люди забыли, либо вообще оставили готовиться еду, например, духовку, и пошли за ребенком в школу, потому что время было 5, а в 5 здесь забирают детей, да, и что-то случилось, что каким-то волшебным образом начался пожар, ну, например, да, то есть, если мы представим, что это человеческий фактор, и кто-то что-то забыл выключить, и так далее, то, что нам это даст? Сказать, что, ой, вы знаете, мы там нашли невыключенный утюг, ну, это напасть на жильцов, и сказать, что из-за них сгорел дом, да, это мы сейчас обсудим отдельно, поэтому, чтобы не подставлять конкретную квартиру с конкретными людьми, было решено придумать, обосновать пожар в этой квартире, как объективную, не зависящую от человеческого фактора причину, может быть, это правильный ход, потому что, переходим к следующему моменту, причина пожара нам понятна, а вот причина сгорания всего дома, вы понимаете, что это абсолютно разные вещи, миллион квартир по миру, где происходит замыкание, человеческий фактор, и она загорается, квартира, но при этом дома не сгорают нигде, приезжает пожарный, тушит эту квартиру, в данном случае сгорел, как спичка, дом, два здания вместе склеенные, естественно, причина сгорания всего дома, это не есть квартира, где загорелось что-то, да, то есть, поэтому, наверное, обвиняют, что вот в квартире что-то случилось, не имеет никакого смысла, соответственно, давайте поговорим о том, почему же так быстро сгорел дом, ну, слушайте, мы же с вами не вчера родились, интернет у нас у всех есть, и доступ к информации колоссальный, очень много было обсуждений, везде, естественно, в первую очередь, во всех источниках обсуждалось, о какого он так горит, что вообще происходит, из чего вообще он сделан, да, из каких палок, с перемешку, с чем он сделан, все это обсуждали, это было единственное, что интересовало людей, и, естественно, шли разговоры о том, что это полиуретан, шли разговоры, что это не полиуретан, а какой-то алюкобонд, я не разбираюсь в материалах, я не строитель, и вообще не должна в них разбираться, я плачу деньги за то, чтобы купить здание, которое качественное и безопасное, а из чего его построили, в принципе, меня не должно интересовать, поэтому, нашла два интересного видео, где было два интервью, я вам сейчас слегка перескажу, чтобы вы понимали, что Испания это не праздник с фанфарами, да, значит, интервью, ссылку, я вам пишу номер ссылки, сейчас не говорю, потому что не знаю, какая она будет, скорее всего вторая, но посмотрим, значит, берут интервью у директора организации по установке изоляционных материалов, о как, директор этой организации, то есть он должен знать о изоляционных материалах все, так вот, ему задают вопрос, это был полиуретан, или что это было, человек, без озрения совести, говорит нам всем, нет, это был не полиуретан, это здание не было обшито полиуретаном, и не надо никого слушать, все, кто вам говорят, что это полиуретан, это все вранье, это все слухи, это все неправда, это не полиуретан, а что же это задает им вопрос, а он отвечает и показывает, что это была, это я перевела, это была минеральная вата, то есть здание было полностью построено, из, вот это вот, ну, как бы здание было построено, и у него был фасад обшит минеральной ватой, то есть он признает, что была вентиляционная, фасад вентиляционный, суть его в том, что у него минеральная вата, здесь идет, воздух сантиметров пять, и алюминий, алюминиевые листы, буквально там 0,3-0,5 миллиметра, очень тонкие, и между ними какой-нибудь еще материал, не знает он, какой там был материал конкретно, обычно говорят, это может быть резина, или какой-то другой материал, но суть в этом, я, как человек, не знающий, что такое минеральная вата, полезла искать, а что же это такое? Читаю, минеральная вата, это волокнистый материал, который получает из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей, для чего используют минеральную вату, область ее применения, это тепловая изоляция стен и перекрытий, также она широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей, таких как печи и трубопроводы, степень горючести этого материала НГ, не горючие материалы, то есть человек мне говорит, блин, что здание, сгоревшее как спичка за 2 часа, было обложено, обфасадено минеральной, блин, ватой, не горючим материалом, вот правда, вот прям я бесилась, опустим, мое бешенство, продолжаем смотреть видео, ему задают вопрос, хорошо, это была минеральная вата и так далее, он указывает, что причина такого быстрого горения здания заключалась не в том, что там был полиуретан, а в том, что вот в этом вот воздушном пространстве не было, ну, я перевела как могла, к сожалению, живя в другой стране, становится все сложнее и сложнее использовать русский язык правильно, да, то есть слова очень сложно подобрать, особенно такие слова, которые не используешь уже в обиходе, не было, скажем так, специальных перемычек, то есть вот представьте, там 14 этажей здания, и вот это воздушный канал, не было специальных перемычек, которые бы в случае огня его бы останавливали, то есть должны были быть какие-то каждые икс метров, такие специальные, например, алюминиевые перемычки, которые не давали бы в случае воздуха, например, да, или резкого ветра поднимать вверх огонь, то есть он говорит, что вот именно это было не сделано, поэтому так все вот и сгорело, да, напоминаю вам, что здание начало строиться в 2005 году, наступил кризис, его отобрал банк, и в 2008 году оно было достроено, но к зданию в 2005 году были применены нормы и правила строительства от 1996 года, в 2006 году технический кодекс поменялся и появились новые, скажем так, технические параметры для постройки, дальше менялось в 2013 году и в 2020 году менялись технические нормы и правила строительства, и несмотря на вот это все, вот этот вот Альбара, директор, да, Альбара Пиментель сообщает, что конструкция была полностью безопасна, говорит он людям в глаза, что все было построено правильно, по стандартам, по закону, без нарушений, и здание было полностью безопасно, и поэтому, это я вам добавляю, и поэтому оно сгорело дотла, то есть, это знаете, это как говорить, смотря на голубое небо, так оно красное, вы что не видите, оно полностью красное, ну вы слепые, да, хорошо, опустим, дальше, ему задают вопрос, что, смотрите, мол, с 2020 года, такие конструкции, уже нельзя применять, такой метод строительства, и нужно уже соответствовать, чтобы новым нормам, внимание, вопрос, ему задают, да, журналисты, не нужно ли привести, в связи с этим, в соответствие, все дома, которые были построены, не по сейчасшним стандартам, на что он отвечает, что нет, в соответствие их нельзя, не нужно приводить, да, максимум, что можно сделать, это установить вот эти вот листы, блокирующие, чтобы воздух шел вверх, быстро поднимался, например, огонь, почему не надо приводить в соответствие, ну, тут я, конечно, с ним соглашусь, потому что, он говорит, что нормы меняются постоянно, человечество развивается, технологии развиваются, да, все эволюционирует, и невозможно каждый дом пытаться подвести под новые возникающие какие-то технические нормы, ну, потому что, в принципе, тогда весь город и весь мир будет находиться в постоянном переустройстве каждого дома, то есть хозяева будут, хозяева дома, естественно, на их плечи это все упадет, да, они будут, пока они приводят в соответствие с новыми 21-20 года, только они деньги потратили, собрали и все привели в нормы, хопаньки, у нас уже 24-й, новые нормы, опять собираем деньги, опять все реконструируем, это, конечно же, бред, и этого делать никто не будет, соответственно, вот такие у него ответы, дальше, следующее интервью, в этом же ролике берут у человека, внимание, который принимал этот дом после постройки, вопрос номер один, скажите, на фасаде здания использован материал полиуретан, ответ, да, скажите, много ли домов в Валенсии и в Испании, построенных из таких материалов, ответ, сколько домов я не знаю, но в идеале было бы желательно заменить полиуретан на более безопасный материал, но это очень дорого, потому что нужно полностью, грубо говоря, раздеть здание и одеть его заново, это большие вложения, говорит этот человек, вот и все, в одном интервью, да, что не свойственно Испании, вам дают два противоположных ответа, почему первый человек врет, а то, что он врет, можно не сомневаться, говорить мне, не знающему даже человеку, что это минвата, которая не горючий материал, и у него дом горит на глазах, но это смешно на самом деле, я не знаю, в это может поверить только бабушка без интернета, все остальные люди, которые в себе, имеют доступ к интернету, они быстро проверят, что это такое и так далее, но уже не говоря о специалистах, которые работают в этой области, и знают, что это такое, да, соответственно, почему первый человек врет, да, очень много причин на самом деле, потому что его слова могут повлиять на жизнь, судьбу, безопасность и свободу, в прямом смысле этого слова, каких-либо людей, поэтому ему не было дано задание, так как это все только произошло, не было еще официальной версии, из чего мы, из каких материалов сделан дом, не было официальной версии вообще, что произошло, почему все так, то есть человек изобретал велосипед, говоря, что не было там каких-то прослоек, не знаю чего, и так далее, и так далее, что-то нужно было ему сказать, но вот так вот просто говорить, что это был не полиуретан, а это была лана, в смысле лана, говорю, это вата минеральная, да, ну, на мой взгляд, ну, он опозорился просто, ну, не мне судить. Переходим к моменту, который я вам хотела рассказать и поделиться, это трагедия внутри трагедии, назвала я это так, не знаю, в курсе вы или нет, возможно нет, но это просто сам пожар всех просто, ну, да, скажем так, из колеи выбил, но то, что та трагедия, которая произошла внутри вот этого пожара, как трагедии, конечно, убила всех, и, ну, все рвут и мечут просто, значит, погибло 10 человек, не 15, как писали вы в комментариях, почему-то там кто-то писал, что по бельгийским источникам погибло 15 человек, блин, откуда эти журналюги придумывают, блин, информацию, вот реально раздражает, даже на такой фигне надо придумать, надо, это знаете, как раздуть побольше, чтобы пожар был посильнее, да, нет, погибло 10 человек, не больше, погибло 10 человек, но о последствиях и результатах мы поговорим позже, и так, трагедия внутри трагедии, из 10 человек, очень все сопереживали и были в шоке от того, что погибла семья, среди них, среди 10 человек, семья из 4 человек, и я вам даю ссылку на видео, вы можете послушать, включить субтитры и послушать, это женщина, которая чисто случайно мне попалась, я вообще ее не смотрю, ни на нее, как говорится, не подписана, просто попалось видео на тему, и я, конечно же, послушала, старалась слушать много, чтобы вам было как можно больше информации передать, да, ситуация такая довольно душесчипательная, в общем, семья из 4 человек, грудные дети, грудной ребенок, второй ребенок, им просто не разрешили выйти из здания, не разрешили покинуть здание, и только из-за этого они погибли, все задохнувшись дымом, везде об этом писали, рассказывали, все были в шоке, кто-то обвинял пожарных, пожарные не разрешили выйти, если восстанавливать ситуацию, да, то была семья, я не помню, на каком этаже, сейчас я забыла, значит, они жили в этом здании, они все были дома, это мама, мама Марта, муж Рамон, и двое детей, девочек, мальчику, по-моему, два года, и новорожденная девочка, восемь дней, восемь дней, да, они все были дома, и вдруг им звонит подруга, соседка, и говорит, в квартире пожар, причем она им звонит буквально в первые минуты, там может быть где-то, если в 17.30 начало, то где-то в 17.40 она им звонит и говорит, быстро выходите из здания, здания, ну, в пожар в доме, выходите, быстро берите вещи, выходите, они ей отвечают, просто есть это, есть эти записи, есть вот это вот прям поминутный разговор, между ними по WhatsApp, и там говорится, что она им говорит, быстро выходите, они говорят, хорошо, сейчас выходим, они берут детей, начинают спускаться вниз, и пишут своей подруге, что ты знаешь, нас не выпускают, нам сказали вернуться назад в квартиру, закрыться в ванной, обложиться мокрыми тряпками, вот, чтобы воздух, дым не проходил, и сидеть ждать, что ничего страшного, что пожар будет быстро потушен, не переживайте, все хорошо, и они послушались пожарных и ушли, закрылись в ванной, и ей пишут из ванной, что так и так мы сидим в ванной, и она, да вы что, говорит, с ума сошли, я вас жду внизу на входе, немедленно спускайтесь, нам не дают спуститься, а эта женщина, подруга, начинает разговаривать с пожарными, говорит, да вы что, как вы не даете семье, из четырех человек выйти, немедленно, немедленно дайте им выйти из здания, оно же горит, вы чего, нет, не переживайте, по протоколу, мы все должны оставаться на своих местах, не должно быть паники, не должно быть бегания по лестницам туда-сюда, использование там лифта и так далее, поэтому все остаются на своих местах, те, кто вышли молодцы, те, кто не вышли, все хорошо, все под контролем, дело в том, что в 17.40 и в 17.50, еще было все более-менее под контролем, а вот через час уже не было никакого контроля, короче, проходит время, по-моему, они жили на шестом этаже, проходит время, они начинают писать, что, ты знаешь, мы даже не можем намочить тряпки водой, потому что нет воды, просто из крана вода течет маленькой тонкой струйкой, и мы не можем ничего вообще даже намочить, то есть мы сидим с детьми, все здесь закрытые. Она в панике, говорит, попробуйте выйти, они пытались выйти, они пытались выйти на балкон, но там уже все горело к тому времени, и они не смогли выйти на балкон, они пытались выйти в коридор, но там уже везде задымление, короче, им пришлось опять закрыться в ванной, и, собственно, где-то в 18.45, то есть спустя, ну, час 15, да, когда уже, в принципе, весь дом полыхал, они написали последний раз своей вот этой подруге, прощальное просто письмо, прощальный ватсап, да, сообщение, что ты знаешь, все, мы не можем уже дышать, воздух проходит через все щели, и мы уже задыхаемся, ну, как бы люди прощались, ужасно, ужасно, и вот так вот, нормы и правила, да, которые установлены, всегда работали, вдруг не сработали, и вот такой получился обратный эффект, что целая семья, грубо, заживо была погребена просто в этом, их нашли, после уже всего, их нашли, они лежали на полу в ванной, лежали на полу в ванной, обнимая своих детей, вот, что тут сказать, естественно, все напали на пожарных, ну, как напали, на самом деле, их не сильно обвиняли, потому что, и пожарные тоже понимают, что это просто катастрофа, что они отправили на смерть целую семью, с маленькими детьми, да, и они понимают, что они-то действовали в рамках, в рамках своих норм, то есть, да, везде есть свои нормативы, в любой работе, в любой организации, и нормы безопасности говорят пожарным, что они не должны разрешать устраивать панику, например, в горящем здании, они должны как раз-таки сделать так, чтобы все оставались на своих местах, и разрешили, дали возможность спокойно, беспрепятственно добираться до мест, где идет пожар, и тушить его, ну, собственно, это и сделали пожарные, но, видите, как получилось, что это привело к смерти, кто-то не успел спастись, просто потому, что он не успел выйти, сам задохнулся, но кто-то был на лестницах, спускался вниз со своими детьми, его развернули, отправили назад, еще очень все возмущались, что когда здание уже полностью было охвачено огнем, и все стояли внизу, то есть, когда пожар вышел из-под контроля полностью, никто ничего не тушил, это и понятно, это не имеет никакого смысла, да, это все равно, что мышка будет пытаться тушить слона, это, ну, это не бесполезно, да, и все стояли пожарные, и уверяли всех внизу стоящих и смотрящих на пожар, что здание полностью, о господи, как это на русском сказать-то, что все было, все, что здание все полностью эвакуировано, и что нет ни одного жилого человека в здании, и что все вышли на улицу, и поэтому жильцы смотрели с улицы на пожар, и были спокойны, что в здании никого не осталось, по факту нашли вот этих вот, 10 человек. Так, ну что, рассказала я вам еще, вот такие бывают ситуации, да, и вот ты думаешь, слушать пожарных, или не слушать пожарных, да, ну, а вот как ты их не послушаешь, ты будешь с ними драться на лестнице, и говорить, дайте мне пройти, вот что делать, как себя вести, да, либо бежать в другую лестницу, и пытаться спуститься по другой лестнице, ну, вот правда, тебя-то отправляют на смерть, ты это понимаешь, и что, и ты ничего не можешь сделать, ну, это страшно, это просто ужасно. Ладно, давайте немножко отвлечемся, ну, правда, не на положительную ноту, отвлечемся с вами тоже на отрицательную ноту, но она больше отрицательная для меня, чем для вас. Хотелось бы прокомментировать немножко комментарии к первому ролику, 280-му, ну, во-первых, я не ожидала, что будет столько просмотров, никак не ожидала, я, на самом деле, когда делала ролик, тот ролик, первый, после пожара на следующий день, я снимала, честно вам скажу, я это делала для тех, кто постоянный зритель на канале, и, ну, кто переживает, кто уже привык, кто уже привык ко мне, кто уже привык к Валенсии, кто ее через меня узнает, кому она дорога, кому она близка, да, то есть, абсолютно не было никакого там желания, вообще мне абсолютно параллельно, да, там, привлечь каких-то чужих людей на канал, новичков, которые, ну, там, да, просто привлечь аудиторию, у меня канал не развлекательный, да, мне не нужны, в принципе, на канале подписчики, которых не интересует ни Валенсия, ни Испания, ни недвижимость, покупка недвижимости, поэтому привлекать таким образом аудиторию, ну, это, это глупость полная, да, то есть, если бы я там, у меня должны быть ролики, связанные с недвижимостью, а не ролики информационно-развлекательные, где там я клоуном жонглирую, да, и это будет интересно и детям, и взрослым, например, поэтому никак не ожидала, что будет столько много просмотров, ну, это побило все рекорды моего сознания, да, скажем так, это, конечно, плюс, но был и минус во всем этом, это большое количество комментариев, оно может быть и плюс, но минус, огромнейшее количество негативных комментариев, вообще негатива, грязи, это просто кошмар, у меня зашкалило просто, все зашкалило, у меня был взрыв мозга, я была в шоке, насколько же люди есть мерзкие, насколько же гадкие, и насколько же грязные, думаешь, господи, пожар, это такая мелочь по сравнению с тем, в каком мире мы живем, очень много агрессии, очень много нападения на меня, нападения на всех и вся, ну, я в шоке, люди, я в шоке, да, вот эта вот фраза Леопольда, давайте жить дружно, ну, она однозначно осталась в 90-х, да, то есть поливать грязью, оно, конечно, легко, особенно, когда сидишь на диване, когда ты не побежал с утра, не отменил все свои планы, не прибежал на место происшествия, не увидел все это, не офигел еще больше, одно дело смотреть по телевизору, а другое дело приехать и увидеть результат, реальный результат, да, да, я с вами полностью согласна, комментаторы, что мое, ну, не интервью, а моя подача материала была отвратительной, это было действительно э, а, о, не знаю, что сказать, да, я с вами полностью согласна, это просто какой-то капец, я когда сама перед выпуск, тем, как выпустить ролик на канал, я просто послушала себя, я офигела, я говорю, господи, какой кошмар, но переписывать просто не было времени уже, да, и, ну, была проделана большая работа, и переписывать не стала, ну, вот, как есть, так и есть, некоторые комментарии повеселили, ну, я вообще, я говорю, я первый, то есть, в субботу, по-моему, вышел ролик, а в воскресенье я пыталась утром отвечать на комментарии, спустя 5 часов отвечания на комментарии просто нон-стоп, я поняла, что я ругаюсь с людьми, которых я не знаю, и вообще мнение которых, наверное, мне не должно быть интересно, потом я поняла, что сегодня воскресенье, и мы с семьей можем заняться более интересными вещами, чем я тут отвечаю на негатив, да, и я прекратила отвечать на все комментарии, поэтому сразу приношу свои извинения, если я кому-то не ответила, но вы понимаете, найти ваш адекватный комментарий среди, ну, такой помойки довольно сложно, да, поэтому, я прочитала пару комментариев, которые, ну, мы с мужем смеялись очень сильно, первый комментарий, это, это квартира, куда заселились россияне, они специально туда заселились, и подожгли дом, и подожгли свою квартиру, чтобы весь дом нахрен сгорел, но это, ну, это, это такой трындец, это даже не придумать, через какое-то время, комментарий под этим, да вы что, да уже же выяснили, что это были не, не россияне, которые заселились, а украинцы, уже же выяснилось, что это было два мужика украинца, ну, тут мы просто с мужем выпали в осадок, мы просто ржали в голос, ну, но это было, это настолько бред, господи, почему у России, Украина такая мания величия, что без них не может обойтись ни одно мероприятие, ни плохое, ни хорошее, им везде надо обязательно оставить свой след, обязательно кучку свою оставить нужно, да, то есть, дорогие мои, успокойтесь, в этом мире очень много других национальностей, я вам больше скажу, здесь испанская страна, здесь много испанцев, и да, это правда, что в доме жило очень много русскоговорящего населения, но сейчас идет разговор о том, что там жила обычная испанская семья в этой квартире, она неподтвержденная, я как бы там не находилась, если я что-то узнаю за время монтажа, я вам обязательно напишу, но никакой речи о том, что там была Россия или Украина, вообще никто об этом не говорил ни разу, вернемся к более-менее адекватным комментариям, ну, один из них, который мне там попался на глаза, да, это был комментарий, где сразу все начали задавать вопрос, а почему не сработала пожарная сигнализация, очень, на мой взгляд, хороший, интересный вопрос, так вот, я нашла ролик на эту тему в ютубе, где человек, специалист, этот самый пожарный, какой-то там директор пожарной части, объясняет, по его словам сигнализация пожарная в Испании в домах жилых не обязательно, то есть нормативы не предусматривают установку пожарной сигнализации в домах, только на складах, в отелях, в офисных зданиях и так далее, и так далее, и, значит, пожарная сигнализация обязательно в зданиях от 50 метров высотой, а это примерно 17-18 этажей, а тут было 10-14, соответственно, там не обязательно пожарная сигнализация, и ее не было, получается, поэтому она и не сработала, она не обязательно, видите, вот такая норматива, ну, что, сейчас я, в принципе, с вами более-менее все обсудила, что вам хотела сказать, и сейчас у нас осталось обсудить последствия и итоги подвести, да, по последствиям я вам сейчас расскажу, значит, по итогам 10 человек погибших, 36 погибло кошек, 48 собак, здесь я вам говорила, что животных, конечно же, погибло много, и, ну, очень жаль, да, они, бедные, не смогли спастись, Хулиан, знаменитый звезда, просто можно сказать, Хулиан, он консьерж был в доме, замечательный, солнечный, очень открытый, позитивный, положительный, улыбчивый человек, говорила, да, в другом ролике, что я с ним знакома лично, он живой, ничего с ним не случилось, рассказывали, значит, что он до последнего находился в здании, пока его уже просто не попросили выйти пожарные, то есть, когда начался пожар, ему об этом сообщили, он начал, сначала он был внизу, потом он начал бегать, в каждую квартиру звонить, особенно, где пожилые жили, люди, и начал просто звонить всем, но он сидел не в доме, где начался пожар 14 этажей, а в доме, где было 10 этажей, да, то есть, он начал бегать и звонить в каждую квартиру, кричать, пожар, пожар, выходите срочно, выходите срочно, по-моему, он успел добежать до 8 этажа, и там уже ему пожарные сказали, немедленно покинь здание, все, больше уже ничего сделать нельзя, вот, и он не жил в этом доме, это его было рабочее место, вот, он жив, и его квартира, ему есть где жить. Что касается пожарных, то был создан, значит, специальный чат людей, да, пострадавших, где они, значит, писали, какие у них ценные вещи остались в квартире, в какой квартире они конкретно жили, и они просили пожарных, чтобы те пошли, и посмотрели, и нашли какие-то вещи в квартире, и, соответственно, ну, если смогли, принесли бы им эти вещи, то есть, у кого-то был сейф с деньгами, с документами, у кого-то там, может быть, был шанс, что квартира не полностью сгорела, и можно было что-то там спасти, да, ну, всем разные вещи, я особо не следила, и это, конечно, была закрытая информация, закрытый чат, исключительно соседей, они там, конечно, между собой общались гораздо более плотно, но, да, ходили, и по каждой квартире делали фото, например, да, что вот это найдено в этой квартире, это в этой квартире, и позитивный момент из этого всего, который просто шокировал всех, ну, я была рада, безумно счастливо, проследилась, проследилась просто, кошмар, кошмар, это информация о том, это информация о том, что на восьмой день после пожара, ссылку вам даю в комментариях, в описании, вернее, на восьмой день после пожара, пожарные нашли кота живого, представляете, живого кота, он семь суток сидел спрятанный и выжил, ну, для меня, как для кошатницы, да, как для любителей кошек, конечно, это было просто что-то с чем-то, кот спасся, он, по-моему, хозяйка жила на шестом этаже, а его нашли на восьмом этаже, на этом же стояке, но на восьмом этаже, он каким-то волшебным чудом просто спасся, и он спрятался, во всех зданиях, во всех вот домах, есть углубление, ниши, где находится пожарный кран, да, вот такие вещи, и там вот, видно, от жары лопнуло стекло, и он залез вот в эту нишу, и сидел там, вот вам фотография, да, и просто услышали мяуканье кота, и представляете, его живого нашли, ну, это был просто шок, восемь, вот блин, вот что значит девять жизней, да, девять жизней, то есть он, возможно, без воды, без еды-то понятно, можно выжить, но без воды, как выжить, и не задохнуться, просто не задохнуться, я не знаю, где он находился, как так ему волшебно повезло, но, конечно, там хозяйка рыдала просто, там, я думаю, рыдали все, потому что видно было, что кот не молодой, кот уже такой, ну, нормальный, взрослый кот, и, конечно, вы представляете, когда вы похоронили свое, свое животное, оно живое оказалось, это классно, это классно, так, ну что, сейчас сюрприз, обещанный вам, сейчас мы с вами, вы посмотрите, я брала интервью, у той самой девушки, к которой я ходила на массаж, о которой я вам рассказывала, что я с этим домом знакома, потому что я ходила на массаж к девушке, и она согласилась, к моему великому удивлению, дать интервью, и я предлагаю вашему вниманию посмотреть это интервью. Друзья мои, как обещала, интервью вам, предлагаю вашему вниманию, это девушка Лилия, ее зовут Лилия, очень я тебе искренне благодарна, за то, что ты согласилась на это интервью, я никак не ожидала, что ты согласишься, просто вот мне ночью во сне пришла идея, и ты сказала да, я просто в шоке, честно скажу, значит, дорогие мои, это не подружка, с которой мы 300 лет знакомы, это не сфабрикованное видео, для того, чтобы там вы могли посмотреть, я вас могла развлечь, это реальный человек, который я видела 3 раза в жизни, я ходила к ней на массаж 3 раза, я вам об этом говорила, что знаю человека в этом доме, да, и вот так получилось, что я просто задала вопрос, говорю, а не могли бы вы мне дать интервью, она согласилась, и вот представляете, как здорово, сейчас у меня тут список, небольшой буквально список, да, мы сейчас будем задавать Лилии вопросы, и, ну, постараемся, может быть, какую-то узнать информацию, скажем так, не из телевизора, где, ну, часто могут врать и не договаривать, да, а может быть, какую-то более точную, детальную информацию. Лилия, привет! Привет! Расскажи вообще, ты давно живешь в Испании уже? В Испании 5,5 лет. Ой, да ты уже давно живешь-то. Прилично. Да, и ты все время жила в этом доме, или ты меняла? Нет, в этом доме я жила последние 3,5 года. 3,5, ну, это достаточно все равно много. Да, прилично. Твоя квартира или в аренде, или? Мы ее снимали. Вы ее снимали. Расскажи, на каком этаже вы жили? Может быть, дом, можешь как-то его описать? Нравилось тебе, не нравилось? Ну, нравилось, раздолго жила. Буду говорить мы, потому что буду говорить о себе с парнем. Мы жили там 3,5 года, и это был лучший дом, в котором мы жили. Нам очень нравилась наша квартира, нам очень нравилось то, где этот дом находился, то есть транспортная развязка. Конечно, безусловно, и сам дом, очень удобный бассейн, потрясающая звукоизоляция, для Испании это редкость. И мы даже как-то, мы не планировали оттуда переезжать. Мы любили этот дом, этот дом всегда останется в нашем сердце. И, конечно, то, что с ним произошло, у нас очень, нам очень было грустно. Мы жили на пятом этаже. Ага, на пятом. У нас была просторная терраса. Наши окна выходили на горы и на вход. То есть, это был красивый дом. Бассейн было видно? А, бассейн было видно. Потому что бассейн, вот когда мы дом с вами смотрели, да, вот с большой площади бассейн, он сзади. То есть, это, как скажем так, внутренняя часть, да, урбанизация закрыта? Да, у нас как раз выходил на бассейн и на горы, на простор, где нет других окон. То есть, вам, вы считаете, что, ну, ты считаешь, да? Еще не привыкла, просят на ты, а я не привыкла. А ты считаешь, что там, ну, качественная была постройка, на твой взгляд? Да, я знаю точно, что были недочеты, но каждый из тех, кто заезжал в этот дом, был готов с ними смириться. Ага. А какие были недочеты? Точно знаю, что когда мы заезжали, нам сказал владелец квартиры, что дом был сдан, недостроен. Ага. Поэтому все остальное полностью покрывало недостатки того, что было в этом доме. и к тому же, недостатки никогда не причиняли никаких неудобств. Вот, например, в сам момент пожара я узнала, что не работает пожарная сигнализация. Но в момент, на протяжении трех с половиной лет жизни в этом доме у нас никогда не происходило ситуации подобных такой. Да, чтобы проверить, работает она или нет. Вот именно, да. Так, вопрос такой. Вот в тот день, как ты вообще узнала, тебе кто-то позвонил, тебе кто-то сказал вообще, как ты узнала о том, что что-то происходит в принципе? Я была дома с двумя котами, и вдруг я услышала шум пожарных машин, сирены. И мне было видно с террасы вход, и я вижу, что подъезжают пожарные машины и отцепляют вход за лентой. В доме напротив у меня есть множество знакомых, и две из них позвонили мне и сказали, Лиля, ваш дом горит, выходи. Ага, то есть это не соседний дом, который сгорел тоже, а это другой дом напротив? Нет, сгорел один дом. Это сгорел один наш дом, просто он состоит из двух частей. Я была в маленькой башне, которая загорелась после. То есть мне позвонили из дома напротив с генералом Авеллес, сколько там, 45. Да, то есть получается, что в принципе ты сидела спокойно дома и ничего не происходило для тебя. Во сколько это было, ты помнишь? Это было где-то в 5.40 подъехали машины. А, ну то есть это довольно быстро, потому что в 5.30 с чем-то они обнаружили, да? 5.31 я видела видео, 5.31. Ага, то есть получается довольно быстро тебе сообщили о том, чтобы ты выходил. То есть в принципе еще твое здание вообще не горело? Еще не горело, да. И единственное, что я видела, это клубы черного дыма, но я не знала, что это горит наш дом. Ага. Запах появился уже к тому времени? Запах, теплота такая своеобразная, и когда я уже выходила, на мою террасу летели хлопья огня, ну видимо вот этого материала, ну да, да, это как он, алюминий или что-то такое. Какое-то что-то. То есть ты в принципе уходила не в панике, или ты была в панике, или ты нервничала, или ты спокойно взяла котов и пошла? Дело в том, что буквально некоторое время назад до пожара я начала осознавать, что я доверяю миру. И когда я увидела, да, мне звонили девчонки напротив в панике. Да, мои коты немножко нервничали, коты, они же все чувствовали. Ну конечно, да. Но я сконцентрировалась и собралась, и я не паниковала. Знаете, наверное, когда ты находишься в ситуации в такой необычной, экстраординарной, ты собираешься. То есть нет истерики, нет никаких мыслей, ты просто знаешь откуда-то, что делать, и ты это делаешь. И то есть спокойно взяла котов, нашла там переноски. Просто когда это случилось, мы кошатницы обе, это когда случилось, я начала в панике искать, а где же мои переноски, я их не могла найти. Соответственно, я их подготовила, сейчас они стоят ближе к выходу, ну, потому что все-таки животных собрать... Я не взяла переноски, я взяла документы, я взяла рюкзак парня, он мне позвонил, говорит, бери рюкзак. Он просто ехал с работы, он видел, как дарит наш дом. Он мне и сказал, спускайся. Я взяла документы, телефон, положила все в рюкзак, и взяла котов по две мышки. Как? Я спускалась так, потому что... Так они же могли убежать, да, в любой момент. Я как-то сказала им, не знаю, мы все втроем чувствовали, что нам бежать не надо, нам надо спускаться вниз. Обалдеть. Они меня понимали. Хорошо, ну вот, вышла ты на улицу, например, да? Тебя выпустили пожарные, это мы потом обсудим, но они тебя выпустили, да, то есть они тебе не что... Ты, вот спустилась, ты что делала? Ты осталась ждать и смотреть, ты куда-то ушла. Куда ты делась? Мы договорились с парнем, что встретимся возле Лидла. Я спустилась, попросила полицейского, там было много полицейских, помочь мне переместить котов, потому что они уже затекли. Я поправила рюкзак и вижу, что мне направляется, ко мне направляется мой парень. Он приехал, оставил за два квартала машину и убежал, чтобы встретить нас, чтобы забрать у меня котов и узнать, что со мной все в порядке. Так, такой момент. Ну, то есть, в целом, реакция была спокойная. Да, вышла и все. Ты там осталась или ты ушла? Или ты осталась, может быть, смотреть? Я спустилась по пожарной, я спустилась по пожарной лестнице вниз. Мы еще какое-то время были внизу возле, в консерферии, потому что нас, ну, нам, консерфер сказал, что ему дали директиву не выпускать людей. Обалдеть. И через какое-то время, когда упала горящая палка, прямо балка прямо перед входом, он махнул рукой, говорит, идите. И мы все вышли. Я вышла, мы встали, меня встретил парень, мгновенно, как-то очень быстро. Мы пошли в машину за два квартала, положили котов и стояли, смотрели на то, как горит наш дом. То есть, вот этой информации я нигде не слышала, что вам, вас не выпускали из подъезда, да? Ну, мы спустились. Нас было где-то девять человек вместе с консержем. Одна девочка маленькая была еще. И Хулиан сказал, что подождите, пока, ну, сказали не выпускать вас. Потому что, я полагаю, что, ну, никто никогда не сталкивался с таким пожаром. Конечно. И все работали по протоколу. Да, да, да. И, скорее всего, безопаснее было оставлять людей там. Но потом, когда Хулиан, консерж, он сориентировался, он очень, он очень мало, ответственно относится к жизням людей. Он сориентировался, видит, что нам там небезопасно. Он говорит, идите. И мы вышли. Ну, смотри, вот по поводу Хулиана, раз уж мы о нем заговорили, он, конечно, сейчас вроде как герой и звезда. он действительно остался там и бегал по этажам или ты этого не знаешь? Этого я не видела. Но я знаю, что он действительно для нас он герой, потому что он однажды уже спас моего кота, когда он упал с террасы. Ага. И это именно Хулиан принес его и он... То есть он знал, что это твой кот? Он знал, что это наш кот. Хотя кот физически не мой, это кот родителей моего парня. Но не важно, да, что он с вами живет и это самое главное. И поэтому я верю, что Хулиан мог бегать и обстукивать людей. Он действительно на своем месте любит этот дом. Я просто вспоминаю, даже когда я к тебе приходила, вот особенно, ну вот первые разы, там говорю, ой, вы знаете, мне нужно на пятый этаж. И он мне и здравствуй, и проходи, и всегда улыбка, и вот туда заверни, пойдем я тебя провожу. Ну то есть вот настолько открытость, вот настолько вот я вас всех люблю, это такая редкость в наше время, чтобы всех любили. Он потрясающий, правда. Так, смотри, я вот помню, что я тебе написала, потому что когда, ну, я узнала об этом, я тебе написала, вот ты не знаешь, а я знаю, я тебе написала в 19.08. Так. И ты мне не отвечала 18 минут. Я думала, я сойду с ума. То есть реально просто каких-то 18 минут, но мы стояли, я муж и ребенок, и смотрели в телефон, когда ты нам ответишь. Ты не представляешь. Да, то есть, ну это было, а я же помню, что у тебя еще кошки. Я говорю, боже ты мой, она не отвечает. Они каждые 3 минуты, она ответила, я говорю, да не отвечает она. Ну, понятно, я надеялась, что все хорошо, но сам факт, я понимала, что, ну и муж мне говорит, да бегает, человек спускается вниз, там отстань, типа. Ну, довольно быстро ответила, молодец. Довольно быстро ответила. Так, говорят, что вообще в целом, вот это произошло. Вы все вышли, вы все смотрели, да? А, кстати, да, важный вопрос. Ты сказала хозяину о том, что у него горит квартира? Он был там же. А как он, он там живет что ли? У него в этой квартире, в его квартире живет дочка. С вами вместе? А, у него еще одна есть. Да. Это еще как бы, это не его квартира, в которой жили мы, это не квартира его личная, это квартира его родственника. А его личная? А его личная, там жила его дочка. И мы там увидели и хозяина квартиры, и его дочку, и там. И вот, да, то есть ты ему не сообщала отдельно, ну, ты, наверное, просто знала, да, что где-то рядом он может оказаться мы были там меня забрал парень и парню позвонил хозяин квартиры и так мы узнали что он рядом и как ты вообще вот ну ты с ним вообще после этого общалась конечно он как не человек он во-первых сразу он шоке он что он ну мы все были в шоке мы все и очень было заметно как мужчины держались то есть это и не эмоционировать еще пытаться защищать своих девушек это конечно очень такая мужская струна на и он он потрясающе себя повел он предложил нам переночевать у него он на всем протяжении времени с нами поддерживает связь мы очень хорошо общаемся он замечательный человек и он нам через своих знакомых скидывает варианты недвижимости где можно снять поэтому да он замечательный у нас очень хорошие отношения он на русскоговорящий? да он русскоговорящий ну вообще если об этом говорить вообще куда дели людей вообще что ну вот что происходило да вот время идет к вечеру к ночи приходили ли власти там я не знаю оказывали какую-то помощь вообще что-то происходило? честно говоря я об этом не знаю потому что мы постояли некоторое время посмотрели на пожар ага потом уже поехали в на работу к парню это 100 километров от Валенсии и поэтому мы так ну поехали заехали к там переноски еду и поехали туда потому что нам было важно спокойно уже как-то переночевать и думать что делать дальше где вы были куда вы поехали ночевать? мы поехали в Костей-Ла-Манчо это городок Менглания там работает мой парень и ночевали у него где на работе им для рабочих снимают квартиры и у нас там была комната в которой он жил и мы там ночевали то есть по идее вы не захотели ждать пока вам дадут бесплатное жилье на какое-то время не то чтобы не захотели мы просто решили что у нас есть где ночевать а для других людей эта помощь важнее ну конечно да то есть ты наверное в этом чате соседей ты не состоишь? нет я состою но я там практически ничего не читаю да я поняла ну то есть наверное я насколько знаю пожарные ходили вы им говорили какие вещи возможно найти и они ходили их искали да пожарные спошли нашу квартиру два раза во первых они потушили она горела она там все горели она горела да а во вторых да очень замечательная команда ребят пожарных это импатичка супер эмпатичные люди которые которые мы попросили вынести что-то важное и они вынесли они нашли фотографии то есть вот такие вот то есть это не то есть получается квартиру у тебя по крайней мере ну или или фотографии не твои чьи-то наши наши то есть не все сгорело прям наша квартира на самом деле достаточно хорошо сохранилась это очень интересно когда они сделали нам видео в нашей квартире это загадочно выглядит когда весь коридор разрухи ну там ничего нет только кирпичи и соседние две квартиры полностью сгорели и наша квартира относительно нормальная но они пожарные делали видео каждой квартиры нет вот именно в том-то и дело что это человеческий фактор мы как-то с ними так тепло поговорили они наверное к нам прониклись они нам вынесли максимально что можно было вынести то есть какие-то вещи ну конечно не даже даже не четвертая часть но что-то вот именно что важно вынесли ага и они нам сделали видео кому-то я знаю что они звонили хозяин хозяину или жильцу по видеосвязи показывали как-то то есть очень человечные ребята так психологическая помощь там оказывалась вам или вам не нужна была вы уехали вы не стали там находиться и как-то друг друга поддержали сами нам особо не нужно вам рассказывали муж какую другую информацию по поводу того на каком этаже вообще вот кстати важный вопрос есть информация кто жил в квартире где загорелась хулян сказал что в этой квартире никто не жил вот что я знаю как это произошло почему это произошло я не знаю то есть видите информация разная потому что по по источникам информации говорят что в квартире жила семья ее просто не было дома что ему позвонили сказали что квартира горит он вроде как пришел возможно хулян сказал что никто не было никого на этот момент на этот возможно в том что как раз в том моменте что на момент пожара там никого не это может быть он имел это причину в этой квартире пожара вам сказали нет но мы не искали информацию ну вообще причину озвучивали что там жалюзи это самое произошло замыкание в жалюзи потому что они электрические но очень как-то вот ну очень плохо в это верится мне лично потому что и причем горела получается гореть началось именно с балкона то есть а вот эти выключатели жалюзи они же внутри квартиры это было у меня что да ты же видела какая у меня электрики проводка какие или даже электро жалюзи мне кажется все очень качественно и правда поэтому я и говорю что у меня это лично мое да мы просто с тобой болтаем обмениваемся мнениями да в данном случае мне кажется что просто даже если вдруг там кто-то что-то забыл выключить например и побежал за ребенка в школу например да или кто-то там готовил в принципе какое имеет это значение ведь результат не связан с началом то есть то что дом сгорел за секунду никак не связано с тем что кто-то там что-то забыл выключить могла сгореть только та квартира но не весь дом поэтому может быть чтобы отвести негатив от этой квартиры и там семьи в этой квартире было решено сказать что это ни от кого не зависящие момент там типа ну возгорания ну по сути на самом деле обычный пожар как происходит загорелась квартира квартиру потушили правда да а тут это а тут понимаете это совокупность факторов это ветреный день которые идут по направлению это огонь это покрытие дома и вот этих множество множество факторов создала такую катастрофу сейчас как бы тянуть за ниточку и вытаскивать да да нет смысла а смысл да я и говорю поэтому проще в принципе сказать что это был не человеческий фактор ничья вина а просто вот замыкание на говорю очень маловероятно но в принципе сказано правильно пусть это будет замыкание и никто никого не трогает никто ни на кого там не и не говорит вот из-за тебя сгорел весь дом сгорел весь дом явно не из-за этого семьи не из-за этой квартиры такая трагедия в трагедии которая произошла я не знаю в курсе ты или нет но бурно обсуждает тему что семье не дали выйти вы что-нибудь обсуждали может быть где-то там что-то слышно мы говорили только о том что это пожар которого не было в испании и то что ребятам пожарным дали такой такой указали на протокол они действовали по протоколу и я думаю что каждый из них кто был в этот пожаре в этом пожаре в этот день он вспоминает эту семью каждое мгновение и я думаю что ну я я не имею к этому никакого отношения я не была в их роли я не была в их месте и поэтому я полагаю что случилось так как случилось конечно очень грустно да но я надеюсь что эта семья она сначала задохнулась да 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 я очень надеюсь очень да надеемся что она просто сдохнулся да по-моему даже говорили что они в принципе то не знаю не буду врать но что их нашли просто в обнимку и что они просто задохнули сюда будем надеяться что это так и что они не горели заживо в принципе если так разобраться до сгорел в пожаре вот с годами может быть с опытом да с логическим размыслением мы понимаем что сгореть в пожаре не означает сгореть заживо обычно это означает просто нечем дышать это все-таки да не так не так больно до осознавать на самом деле могу сказать что мы все кто был в этом доме мы родились в рубашке потому что если бы этот пожар произошел ночью это все поэтому я об этом вы счастливые люди да я об этом думала что слава богу это не ночь не раннее утро когда все детей в школы там и так далее что это просто вот такой причем это не просто день это момент когда даже домохозяйки вышли за детьми в школу ну то есть это идеальный момент когда можно было бы до что-то делать ну давай приближаемся к концу с тобой вам рассказали ну может быть что-то о причинах сгорания дома они возгорания да то есть вам признались что материалы был легко воспламеняющийся или вы вообще-то нет ну не обсуждали этого мне рассказывали я не знаю не помню откуда эта информация прошла но да очень много говорили о том что материал был такой же как из которого делать по и поэтому это все так быстро загорелся даже я когда стояла смотрела на дом как он горит и это просто еще во фаяс потому что до масштабный полыхающий огонь и где-то по моему в каких-то не буду говорить где это взяла откуда я увидел но я видела новостные какие-то проспекты видео что до что дом был построен из материала типа что-то но на самом деле нет и поэтому да он очень легковоспламеняющийся и пожара про последствия страховая была у твоего хозяина у хозяина квартира было страховые были вообще что-то может быть тебе известно по поводу того собирается компенсировать компенсировать например тебе как жильцу потерю вещей хозяину потерю квартиры ну вот вообще что-нибудь об этом говорят а вот насчет этого тоже не знаю это все как бы дело хозяина квартиры но в любом случае у нас такой замечательный хозяин что если что-то если что-то получится у него помочь нам он поможет конечно безусловно вот потому что он как-то людьми своими дорожит вот а по поводу государственной поддержки ну во первых нам всем выплатили сумму на нас на двоих например это 7000 евро выплатила государством получила буквально недавно а что они хотели этим покрыть то есть три с половиной на человека это они что это первая помощь это как как говорил ну что вы например сняли жилье или что нет нет это вот как самые первые дни после пожара выступал какой-то государственный чиновник я не знаю их когда вот он говорит что шесть тысяч на человека плюс по тысячи на каждого остального члена семьи это в нашем случае получилось 6 и 1 тысячи 7 а кошки интересно зла члены семьи это не наши но он сказал это первая помощь такси еда первая одежда . бы ну в принципе это хорошая хорошая помощь плюс то есть всем именно всем кто жил или хозяев всем и жильцам и кто-то чья квартира была собственности и тем кто снимал всем всем пострадавшим и нам дали дом вот как раз здесь недалеко на сафранаре всем а там был и под за которые мы три месяца ну мы а как те кто снимаем жилье не платим не за коммунальные заводы минусом но не за само жилье тем кто владеет владел квартирами долгода они могут там жить еще после еще три месяца после этого жилья нам компенсируют какую-то часть от аренды квартиры которые мы с ними так что это хорошая поддержка то есть сейчас ты живешь в том доме который предоставили да ага то сейчас ты не снимай жилье отдельно за деньги то есть хорошо ты говоришь хозяева могут жить год они хозяева три месяца но я полагаю это тоже такая гибкая рамка я думаю если люди не знаю как это у меня есть квартиры под аренду боже мой что же мы сидим говорится так получается ну это все конечно это хорошо с кошками но в принципе хорошо это такая моральной компенсации я так понимаю не будет никакой есть на есть моральная компенсация но не моральная есть определенные скажем так выплаты которые полагаются людям которые пострадали от пожара уже на государственном уровне для этого там важно какие-то дополнительные собирать документы там по моему о доходах о чем-то еще это полагается то есть в принципе если разбираться искать находить определенные законы вот например в чате где жильцы и соседи это все есть люди выкладывают пишут что как то есть это все можно найти можно сделать государство это делает то есть они ну в принципе не открещиваются но я скажем так хорошо ты тут наверное не знаешь да вот хозяин потерял квартиру простите 7000 страховые они что-то предлагали что не слышал я знаю точно что большинство квартиры в этом доме было застрахована мапфри она еще не при не прикинулась банкротом с этим вот именно как раз вы представляете такая с тобой события это освещается не только в европе это освещается во всем мире это прекрасная реклама для страховых компаний я полагаю я знаю что мапфри выступила за и она не обидела владельцы ну то есть пока не неизвестно выплатили они хоть кому-то какую-то компенсацию нет я слышала например что одни жаловались одна хозяйка квартиры что у нее квартира стоит 300 тысяч ей предложили 108 вот этого я не знаю вот и да и это было просто всех шокировало что типа как это 108 когда у меня 300 стоит если мне сейчас из хорошего района предлагаете уехать в плохой район да и ну там что-то купить на данный момент вообще устаканилась немножко ситуация успокоилась вот даже если может быть по чату или вообще вот общение между людьми все уже немножечко осели все таки почти полтора месяца прошло или есть еще такие которые вот ну до сих пор как-то я заметила что люди успокаиваются или на самом деле видят что потеряв что-то сохранилось гораздо больше мы все живы мы все здоровы мы все с руками и ногами и нам есть где жить поэтому я полагаю что важно смотреть в эту сторону а не в ту сторону что ты потерял потому что потеря вернется на выбрать какой позитивный человек вот учиться нам всем надо мне случилось да человек всегда на позитиве это здорово то есть из этого я делаю вывод что испанию ты не возненавидела нет я очень люблю испанию и и уезжать отсюда не собираешься нет это даже как отреагировала государство то есть когда мы хоть и приходили в аютаментах и нас обнимали нам помогали эмоционально и физически как с пожарными вот этими ребята мы были в таком восторге что нам что-то вынесли что я говорю можно я вас обниму и мы обнимали всех ребят и начальника их то есть это настолько потрясающее чувство когда рядом с тобой люди которые тебе не просто ну которые тебе сопереживают которые по способны тебе помочь даже не то что там что-то принести опроса обнять тебя и сказать все в порядке я желаю тебе удачи и я очень счастлива что я нахожусь здесь что рядом со мной такие люди с сердцем солнцем в душе и поэтому я счастлива я люблю испания люблю место где я живу это не это здорово это здорово то есть сейчас у тебя все хорошо я к тебе на массаж пока не могу приходить я так понимаю потому что ты еще не нашла себе кабинет у тебя же сгорело все-все твое рабочее место сгорело да классно это новый рывок я дело в том что у меня есть же я занимаюсь как физически до тактильно массажем я сейчас еще кабинет хочу в центре ну раз уж такое произошло я хочу классный кабинет и я занимаюсь онлайн деятельностью поэтому сейчас как раз время для онлайн я думаю как здорово что ты такой мобильный когда занимаешься чем-то онлайн я счастлива поэтому да ну в ближайшем времени я приглашаю тебя на обязательно обязательно спасибо большое последний вопрос чтобы ты первый момент чтобы ты посоветовала людям если они вдруг попадают в такую ситуацию вот знаем мы что завтра где-то что-то случится что делать то есть да может быть ты например дашь совет что вы знаете держите свои вещи там ближе ко входу чтобы их можно было легче взять я не знаю какой-то совет вот такой можешь дать людям вот в такой ситуации экстремальной для тебя она не была экстремальная потому что тебе быстро сказали и ты еще более-менее спокойно выходила и никто тебя не запихивал назад в квартиру да но все-таки если такое происходит я всегда я в тот момент вспомнила маму она мне говорила всегда она говорит всегда держи документы в одном месте и я советовала вам не терять голову знать что с вами все в порядке будет что вы спасетесь и брать самое важное то есть документы и кошки кошки обирать обязательно я не знаю кто-то мне говорил о том что кто-то бы хватал какие-то вещи или что-то еще но у нас парням не было даже мыслей мы знали что важно документы и важны наши два глазика два два глазика ну и деньги если они есть документы кошелек мне кажется это все вместе да да ну а да я например тоже начала думать так надо всей все убрать что если я вдруг не успею взять то хотя бы это останется в сейфе да потом может быть зайти там это взять например ты кстати знаешь дом будут сносить а вот тоже разговаривала с хулианом видели его ага и что с не сносить дойдем дом очень дорого очень дорого очень дорого и поэтому у них как раз такой они сейчас в раздумьях что делать либо его реставрировать либо сносить потому что конечно памятник такой трагедии в этом прекрасном районе кампана ручей хороший район это конечно не очень красиво и да да я вот буквально пару дней назад проезжала мимо ну вот ты смотришь и но это как как будто вот знаешь из фильма ужасов поставили какую-то декорацию и в это восстановить это кому же это продать кто захочет там что-то купить зная что произошло ну мне кажется действительно проще потратить деньги снести чем да вот так вот мы сейчас восстановим теми же материал любом да не знаю плюс вопрос сложный правда следует не знаю надо взвешивать но я говорю что восстановить полностью сгоревший до тла практически дом и говорят что он сделан из бетона который такие температуры может выдержать там ну два часа но он все он уже превращается в песок то есть он уже не будет держаться но это вот то что я там я же много всего изучил ты понимаешь понимаю не знаю возможно у вас были бы какие-то еще вопросы да на тему того чтобы вы еще что-то спросили кстати хулиан он жил в этом доме или нет нет он жил в другом доме он так там и не что-то приятного до всего дома все в порядке понятно ну что друзья задала все вопросы какие в голову мне пришли возможно у вас есть другие вопросы но к сожалению да мы же не можем тут бесконечно мучить человека собственно ведь и человек счастлив все что не делается когда лица все к лучшему ну к сожалению да большие денежные потери как минимум для хозяев да это однозначно и понятно но жизнь к сожалению такая давайте а давайте поблагодарим с вами лилию за то что она согласилась дать нам это интервью на мой взгляд интересная информация с вами встретимся чуть позже попрощаемся с лили спасибо большое благодарю за плеча пока ну что дорогие мои посмотрели с вами интервью надеюсь вам было интересно полезно да мне например некоторые моменты очень понравились более того после мы продолжили немножко болтать естественно выяснила кучу информации которую не спросила которую не рассказали вот поэтому сейчас там что-то вам могу еще сказать ну хозяин хозяин в основном да был спокоен говорит что жена очень переживает и нервничает что компенсации выдают выплачивают да но вы уже слышали какая компенсация но говорит что еще дают и другие компенсации но опять-таки точной информации она нам дать не смогла потому что не хозяйка очень мне понравилось самое главное мы с вами обсуждали вопрос про сигнализацию который по словам всех в доме не было как мне рассказала лилия оказывается дом был не достроен ну точно это сказал но потом она развила свою мысль что дом был не достроен не закончен скажем так то есть он был достроен физически но не был закончен он предполагался как умный дом где все на автомате ты заходишь свет включается там чуть ли не разговариваешь с ним и так далее и так далее но это все не доделали дом продавали так соответственно в том числе не доделали сигнализацию то есть в этом доме до была сигнализация она сказал что у нее есть вот эти штучки из которых должна литься вода или там что-нибудь там сирена кричать или что такое да но этого не доделали то есть она номинально штучка это есть но она не работает это она говорит что мог доделать каждый хозяин квартиры по-своему мы говорит заехали хозяину это было не надо и нам тоже это было не надо как всегда мы возвращаемся на круги своя до что петух не клюнул зачем креститься вот так и живем да как видите это можно назвать халатностью да не в том смысле что там арендаторы не сделали да а вообще вот в целом ни у кого в доме не было сигнализации то есть она по факту есть надо было просто взять подключить ее в своей квартире и у кого-то она была она возможно нам не сработало неизвестно в общем сигнализация по факту была но она не работала ни у кого не была подключена и по ходу ни один сосед там из 100 с чем-то квартир не удосужился активировать у себя эту функцию может быть кто-то это и сделал я не знаю да но сработало ли она или нет неизвестно опять-таки как она должна была сработать то есть если в соседнем доме пожар то, ну, когда моя сигнализация сработает, когда у меня уже будет пожар в моем доме, или как он там учует этот дым, неизвестно, да, но сам факт, видите, как были недоделаны какие-то вещи, и вот, пожалуйста, результат, то есть, из чего можно сделать вывод, что результат кроется, да, вот эта вся трагедия, да, заключается не только в том, что где-то что-то загорелось, а в том, что как был построен дом, из каких материалов, ну, и плюс еще было недоделано, недоделки, которые не влияли, в принципе, на жизнь, да, в квартире, но, вот видите, вот такой пофигизм, решили в доме, да, не заморачиваться и это не делать, хотя, в принципе, в принципе, когда дом был скуплен, все бы соседи могли бы на собрании решить, слушайте, давайте мы все дружно активируем, нам это будет дешевле, если мы все квартиры вместе, и нам общие их подключат все, да, почему этого не было сделано, ну, для меня прям загадка, то есть, вы живете в хорошем доме, в новом относительно доме, и тут явно был вопрос не денег, вопрос был того, да ладно, что случится, да ладно, что у нас там пожар будет, вот представляете, вот такая ситуация. Ну, и давайте подведем итоги, да, подведем итоги всего, что, скажем так, что мы с вами увидели, ну, какие итоги мы можем подвести, друзья мои, пожары, это такое дело, которое может случиться, и это может быть и человеческий фактор, все мы люди, что-то можем забыть, это может быть и какие-то непредвиденные обстоятельства, какое-нибудь замыкание, где-то что-то всегда происходит, ну, что остальное, я думаю, что все вот эти вот ситуации, там, я не знаю, цунами, пожары, какие-нибудь там землетрясения, ну, какие-то такие непредвиденные вещи, они на то и непредвиденные, чтобы их не ожидать, поэтому в каком доме мы живем, мы с вами не знаем, горючий он из горючих материалов, не из горючих, да, и так далее, этого предвидеть нельзя, поэтому, ну, что, что мы можем сделать, ничего, и, как, подводя итоги, можно видеть прекрасно, что коррупция здесь прекрасно работает, да, что здесь точно так же прикрывают зад друг друга, чтобы никого не подставить, кто будет за это отвечать, да никто, я вам говорю, никто, я вас уверяю, не будет за это отвечать, собственно, а кого мы должны обвинить, застройщика, ничего подобного, он сделал все по нормам, как положено, кого, того, кто принимал дом, извините, да, была недоделана сигнализация, да, было недоделано что-то еще, что, в принципе, не влияет на проживание, влияет на безопасность, но это на проживание не влияет, поэтому могут, можно дом продавать, квартиры и доделают, пусть сами хозяева, да, Они этого не сделали, извините. То есть жить в доме было можно. И как вам сказала Лилия, она прекрасно себя чувствовала, жила в этом доме. Соответственно, дом приняли. Приняли под тем стандартам, которые были на 96-й год. К кому претензии? Да никому, понимаете? И последнее, ну тут скорее всего надо копать уже к нормам 96-го года. Кто, блин, позволил, вообще допустил мысль того, что можно использовать в облицовке здания сильно горючий материал с высокой степенью горючести? Кто, блин, это придумал? Понятное дело, что это не один человек. То есть вот эти технические нормы, они, наверное, создаются какими-то организациями, какими-то группой людей, которые на это нанимаются, какими-то исследователями и так далее. Кому пришло в голову разрешить и включить в нормы использование этого материала? Даже несмотря на то, что он шумоизоляционный, теплоизоляционный и очень дешевый. Ну как можно такое допускать, мне вообще непонятно. То есть, на мой взгляд, надо копать туда. И там вы все равно не найдете виновных, потому что они, может быть, уже и не живы. А во-вторых, ну хорошо, я, например, та организация, которая решает, что можно и что нельзя. Но все равно должно быть там, я не знаю, государство или какие-то другие органы, которые должны сказать, послушай, ты серьезно? Ты хочешь разрешить облицовку дома легко воспламеняющимся и хорошо горящим материалом? Ты серьезно? Ничего не сделано, все так и осталось. Поэтому искать виновных, а смысл? Ну вот смысл сейчас. Ну нашли, ну посадили вы, кого вы посадите? Кого? Застройщика? Нет. Приемщика дома? Нет. Вот этих вот разработчиков этих технических норм 96-го года? Ну как бы можно, но я вам говорю, там все друг друга прикроют. Потому что все прекрасно понимают, что ни один в этом виноват. И то, что норма с 96-го действовала так долго, и то, что в 2005-м начали, и наверное еще был просто проект, а в 2006-м изменились уже нормы, и можно было этот проект подогнать под эти нормы, так как дом даже не начал строиться. Ну друзья мои, можно было, можно было, кого мы будем винить? Ну короче, петух не клюет, сидим не крестимся. Клюнул, побежали креститься. Как всегда, во всех практически странах мира это работает так. Все, дорогие мои, прощаюсь с вами. Надеюсь, вам было интересно. Ролик получился длинным. Ну, чашечку чая нальете и посмотрите. Всем удачи, всем пока. Увидимся с вами в новых роликах. Желаю вам всем безопасного проживания, здоровья, улыбок и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok